каждая достопримечательность будь то княжеский замок древний храм престижный коллегиум или даже простая школа связаны с именами выдающихся личностей в этом выпуске мы предлагаем пойти не самыми проторенными тропами и установить порой такие неожиданные взаимосвязи между разными эпохами героями и местами маршрут построен в барановичские и новогрудские районы вместе с нами побывайте в небольшой деревушке полонечка где до сих пор стоит один из многочисленных замков радивилов хранящий память о своем неординарном хозяйне посмотрите в каком храме крестили национального героя трех стран игнатия домейка и вместе с нами проверите температуру кипения воды родника в ясенце темальным видом транспорта для сегодняшнего путешествия будет автомобиль чтобы добраться даже до самых отдаленных уголков районов из минска выезжайте по проспекту гиржинского и далее по трассе r-1 затем направо в районе деревни залужья и по r64 через городской поселок мир и деревню малые жуховичи до полонечки а это первый пункт нашего маршрута радивиллы богатый знатный род берущий свое начало еще с 14 века если любого из вас спросить чем же они прославили так свою фамилию вы наверняка вспомните мануфактуру по производству слуцких поясов театр уршули радивилл и конечно не свежки замок однако замков у представителей этого рода было так много что пальцев обеих рук не хватит чтобы их сосчитать и вот один из них знакомьтесь дворец радивилла полонечки и здесь он благодаря тому что здесь свое время находилась официальная резиденция одного из представителей народа матея радивилла эти земли известны еще с 16 века задолго до того как ими стали владеть представители этой славной фамилии и сменили множество не менее знатных хозяев только в конце 17 столетия полонечка как часть приданного марианны сисицкой дочери мстиславского воеводы переходит михаилу антонию здесь же у нас совершенно другая линия радивиллов мы знаем что радивиллов очень много этой линии вот этой богатой известной аристократической фамилии в европе очень много здесь находилась линия графы на шедловце так называемая линия которая проживала не только на севере беларуси на их прибалтики в германии однако самым выдающимся носителем этой фамилии безусловно был матей даже сегодня спустя больше двух веков со дня его смерти истории о нем и членах его семьи помнят и пересказывают местные жители в нем огромное количество записей огромное количество воспоминаний и местное население но она знает приком был пик вот этого дворца когда дворец на некоторое время стал центром культурной жизни не только этого воеводства но и практически всей страны просто человек неординарный человек очень талантливый болеющий за свою страну болеющий за свой род многое что сделавший для прославления и рода и нашего государственности композитор поэт государственный деятель великого княжества литовского человек который шел в ногу со временем так характеризует матея радивила разные исторические источники и помнят его до сегодняшнего дня помнят и что то не только в беларуси не только в польше сведения вот о нем и в германии огромные даже сегодня вот вещи антикварные вещи можно найти некоторых немецких замков замки в полонечке с этим напротив весьма сложно а нахождение предметов интерьера дворца приходится только мечтать войны революции пожары несчастье безжалостно прошлись по этим землям а после великой отечественной войны вплоть до 90 годов прошлого века здесь располагалась школа интерна предстоит большая работа по сохранению уцелевших элементов интерьера сам собой напрашивается вопрос есть ли у дворца свои легенды какие-то как это обычно водится в старинных усадьбах ну конечно как без этого каждый каждое знаковое место оно всегда обрастает какими-то легендами иногда они скажем народная молва иногда у них есть подоснование какой-то реальный исторический факт который действительно было уложен эту легенду конечно же прекрасно знаем что местное оселение никогда не поверит что стоит дворец и там нигде не спрятаны сокровища это это скажем так в общем и подземные ходы которые ведут неизвестно куда и хотя сокровища пока так никто и не нашел а по подземным туннелям никто не прошел ко дворцу внесвежа будем верить все впереди внутренний осмотр окончен переходим к экстерьером сергей какие скрытые символы зашифрованы в архитектуре дворца дворец несколько раз перестраивался но этот дворец отличается тем что данная перестройка было в стиле позднего классицизма сделано и что отличает архитектуру вот этого дворца те философы которые вот у нас представлены снизу фасада зданий больше такого плана беларуси вы дворцов не найдете дворец был перестроен в начале девятнадцатого века константином радивиллом сыном матея в стиле ампир соответственно вкусом нового владельца и в конце девятнадцатого также был перестроен в связи с прокладкой коммуникаций света и водопровода рот достаточно богатый очень много представителей жила и в европе одновременно и переезжала сюда конечно без достижения цивилизации они это было недопустимо конечно же воровое отопление конечно же электричество конечно телефон все это необходимо было двое дворце был даже телефон но это я так думаю а кому они звонили если только у них был мало ли коммутатор построили но про телефон правда соврал немножко добавил но как правило у них он должен быть он у них должен быть потому что в принципе телефон для для них это уже обыденность когда они полгода проводили в европе берлин например вот это ответвление рода у них был свой салон он ходил двадцатку лучших салонов посещаемых салонов берлина где были первые лица государства члены правительства это еще один штрих портрету маттея которого называют известнейшим человеком своей эпохи арте виллов одним из самых влиятельных родов ни одного а сразу нескольких столетий сергей а что представляет особую ценность во всем этом комплексе сейчас ну сейчас конечно очень повреждено временем само место но настолько историческое настолько удивительно из было огромное количество известных людей просто пройти мимо этого места крайне сложно где тот же самый фонд ризин бывал где останавливался последний король речи посполитой держит материал в конце концу отдельного внимания заслуживает и территория вокруг когда-то возле дворца простирался парк в английском и французском стиле тут же находилась каплица въездные ворота и пруды сегодня можно только представить былое величие и попытаться вообразить планировку этой территории для этого обойдите замок с обратной стороны и попытайтесь угадать очертания аллеи зеленых террас не так давно дворец обрел новый хозяев а вместе с ними новую жизнь не быстро но шаг за шагом его приводят в порядок конечно же здание нуждается восстановительных работах здание нуждается в серьезных капиталовложениях новые владельцы скажем они очень стараются они много много сделали земной им поклон за их работу объявлен благотворительные сборовой помощи для того чтобы все желающие могли поучаствовать также вот восстановление этой жемчужины и архитектуры если вы хотите приехать сюда и помочь ищите благотворительный проект восстановления дворца в полонечке в социальных сетях и ваши добрые дела останутся в истории продолжая тему добрых дел оставшихся в истории нельзя не вспомнить о меценатстве радивилов богатые знаменитые они покровительствовали не только искусству и образованию но и религии и строили не только для себя но и для людей первый храм на этом месте в полонечке был построен еще в середине 18 века однако в 1899 году здание было полностью переделано также под патронатом радивилов проектом нового костела занимался варшавский архитектор константин вой цеховский стиль достаточно необычный для беларуси поскольку здесь мы видим и элементы готики и элементы швейцарского стиля поэтому храм даже сегодня несмотря на то что имеет богатую историю выглядит современно однако свой след в истории этого храма оставили не только радивилы именно здесь крестили будущего национального героя беларуси польши и чили географа геолога этнографа а на тот момент просто маленького мальчика по имени игнатий домейко в каком костеле в старом или уже в новом крестили игнатий домейко игнатий домейко конечно же еще не перестроенном храме то есть еще старым он крестился думаю что это нисколько не умаляет значение факта что такой великий человек ну вот здесь был крещен а родился и жил он неподалеку от этих мест в деревне медвядка новогрудского уезда сожалению сама усадьба где родился конечно вниз не сохранилась но сохранился фундамент потомки домейки свое время приезжали на территорию беларусь посещали вот эти места ну и нам очень приятно что люди они помнят хотя потомки сегодня австралии живут и в южной америке живут но они до сегодняшнего дня помнят что рот их пошел из этих мест внутри костела находится памятная доска свидетельствующая о том что здесь был крещен игнатий домейко главный алтарь с иконами восемнадцатого девятнадцатого веков значительно старше самого костела есть сведения что его перенесли сюда из прежнего храма центральной части чудотворная икона божьей матери а по бокам две мемориальной доски радивилов исследователи полагают что они могут указывать на наличие в храме усыпальницы этого знатного рода однако до сих пор захоронения в костеле так и не были найдены сергей обратил внимание на орган насколько он ценен для костела любой орган это фактически сердце костела конечно тут орган достаточно известны это 1897 года вот он был заказан вильно специально для этого храма наверное стоит подняться посмотреть более подробно с удовольствием можно же поднимаемся если можно так сказать к центру управления органом но можно обратить внимание сохранилась табличечка мастера который сделал вот этот вот орган если вчитаться но это видно вильне 1897 год флориан остромецкий это все сделали такое великолепие сохранилось до наших дней спасибо нашему гиду за ценные сведения покидаем в отчину радивилов и отправляемся дальше следующий пункт маршрута памятник природы находится в 15 километрах от полонечки отправляемся в путь а он лежит через одну из самых старых сохранившихся в нашей стране каменных мельниц к сожалению осталось от нее немного во всех смыслах и в интернете информация мельницы наберется максимум на одно предложение и от самой постройки осталось лишь пара стены и камень с надписью 1819 это год ее строительство галочку о посещении поставили пару фото на фоне живописных руин сделали и едем дальше напоминаю у нас на очереди памятник природы находится он в деревне ясенец и официально называется гидрологический объект гидрологический объект название то какое все серьезно на самом деле это родник но не простой местные называют его кипяток интересно это потому что вода в нем горячая как в гейзере и кипит но долг ведущего обязывает все проверять на себе отдаю себя в жертву искусству и нашей программе волнительно ого шутка на самом деле она не горячая на ледяная на самом деле температура воды родника постоянная около 9 градусов по цельсию летом она приятно охлаждает а вот зимой кажется теплой ключи бьющие из-под земли создают впечатление пузырьков которые образуются на поверхности воды при кипении вот и весь секрет люди верят в то что место это и родник святые и даже видят на поверхности особые знаки якобы ключи бьют таким образом что образует православный крест давайте посмотрим вы видите чтобы что-то заметить приходится постараться и обойти родник со всех сторон какое-то очертание в принципе виднеется но здесь наверно кто во что больше верит а мы снова отправляемся в путь за новыми чудесами пустынно на дворе и тихо на крылечке а на дверях засов и колышек в колечке но путник ждать не стал пока придет прислуга он снял засов и дом приветствовал как друга это отрывок из поэма адама мицкевича панта деуш засова здесь нет но и я ждать никого не буду иду приветствовать дом именно здесь в ночь с 24 на 25 декабря на 1798 года появился на свет поэт ставший в дальнейшем известным на весь мир адам мицкевич и сегодня это не просто дом это музей усадьба а я вот слышал что дом восстановлен восстановлен до 200 лет с дня рождения адама а до того времени такой просто обелиск среди поля стоял бы восстановлена усадьба по рисункам эдуарда павловича и наполеона орды вещи к сожалению не сохранились описание комнат хорошая сохранилась в основу легла его поэма панта деуш экспозиция у нас построим это одно из самых известных произведений мицкевича которые называют настоящей энциклопедии быта мелкопоместной шляхты начала 19 века это тут у нас вот такая кладовочка аптечка все припасы на зиму хранили настойки наливки зелки сушили подвешивали пучки они считались мелкой шляхты 16 гектару земли было поэтому ночью бежили врачей мало было и далеко добираться поэтому сами вот собирали разные травки сушили следующая комната тут у них была спальня а уже по экспозиции сделали такую женскую комнату или комнату зоси зося главная героиня поэмы панта деуш она и собственно главный герой тадеуш влюбленные друг в друга представители двух соперничающих шляхетских фамилий адам то всю жизнь любил марилю поэтому пишет про себя и про марилю это там прототипы уже зося и тадеуш в этой же комнате находится редкий инструмент 18 века физ гармония мать барбара маевска хорошо играла вот особенно зимними вечерами надо сразу руками ногами работать качать воздух тогда она будет музыкальные упражнения оставим на потом переходим главному в этой комнате по описанию родился адам а а позже уже сделали под рабочий кабинет и вот что оригинальное вот там на полочке книги взятые из библиотеки адама из парижа на французском языке 1835 год издания может когда-то их и адам держал адам мицкевич знал шесть языков потому можно предположить что он не просто держал в руках эти книги а мог и читать их рассыпаться могу и можете конечно история самим рождением великого поэта связана такая то ли легенда то ли быль да тут рождался он было шлифтянка молодецкая которая принимала роды вот она подложила книгу когда обрезала пуповину адам именно вот непростая книга статут князства литовского может и подсказание сбылось адам стал таким известным славянским писателем так это или нет мы знать наверняка не можем но можем просто еще раз перечитать произведение великого поэта и убедиться в его гениальности представляете здесь есть липа которая еще помнит мицкевича и его детские игры со сверстниками под ней если верить легендам но в нее попала молния и она сломалась и вот что удивительно из того же корня выросла новое деревце и природе так всегда на месте чего-то старого ранее созданного всегда появляется новое а нас уже ждут в новогрудском районе едем одна из древнейших православных обители беларуси лавришевский монастырь упоминается во многих древних летописях и документах имеется даже сведения что он был одним из первых монастырей в беларуси называвшийся лаврой то есть крупным духовным центром имеющим большое историческое значение возник монастырь в 13 веке о чем свидетельствует ипатьевская летопись первое упоминание датируется 1225 годом хотя есть предположение что монастырь существовал и ранее а его существование писали значительно позже окончания строительства она не была в тех формах которые нам представляется для для современного человека это не величественное здание это не комплекс или ансамбль архитектурный это могла быть какая-то избушка деревянная с малой церквушкой где подвязался основатель монастыря преподобный елисей елисей был сыном князя однако избрал жизнь далекую от светских развлечений он выбрал это уединенное место для молитв и духовной работы над собой позже у него появились единомышленники которые хотели разделить с ним его труды и по этому вполне возможно что в течение уже последующие годы это стал центр летописания здесь переписывались книги тому свидетельство лавришевская евангелие 14 века монастырь постепенно рос принимал новых послушников однако первоначальном местоположении этой православной обители ведутся споры как бы мы не хотели привязать святыни к этому месту вот все-таки раскопки последних лет нам доказывают что месторасположение возможно было в другом месте вот по месту нахождения сейчас деревни лавришев там ведутся основные раскопки и мы можем предположить что здесь было первое вот эти подвижки в развитие монастыря сейчас мы нашли это место удобным поскольку она все-таки вдали от цивилизации в берега у нас как забор между монастырем и светским миром и здесь правда даже воздух особый умиротворяющий одной из задач которые ставят перед собой в монастыре является возвращение к автономному существованию мы занимаемся заготовка лекарственных трав эти травы мы используем и для собственных нужд и вот как продукт собственного производства для реализации из этих лекарственных трав тут производят гидролаты которые потом используют или самостоятельно или в составе дорогостоящей косметики а для разработки рецептов примеру различных видов чая был специально приглашен фитотерапевт с каждым годом обитель становится все краше достраиваются новые часовни производятся новые продукты а количество верующих и тех кто просто хочет прикоснуться к богатой истории этого места побыть наедине с собой вдали от шума больших городов только растет неподалеку от монастыря есть еще одно святое место которое стоит посетить на входе написаны приблизительные даты постройки 1768 1775 год мы видим храм деревянный вот естественно храм деревянный не мог простоять здесь 14 века вот и вот этот храм который сейчас здесь есть он стоит на старом фундаменте на старом фундаменте 14 века на территории церкви и рядом с ней ежегодно ведутся археологические раскопки хотя некоторые предметы явно годящийся для экспонирования в музеях даже не нужно искать ими пользуется ежедневно вот это ключ покажу ключ это оригинальный ключ но это не четырнадцатый век это восемнадцатый век восемнадцатый век вот очень практичная практичная очень замки не ломаются они однако имеются тут и мрачные находки там были останки найдены троих людей одного человека юного возраста и двоих людей уже такого старого пожилого возраста и на сегодняшний момент проводится радиологический анализ чтобы конкретно узнать дату и время их погребение жизни есть предположение что один из этих людей преподобный елисей основатель лавришевской обители однако на данный момент точного заключения экспертов на этот счет нет известно лишь одно останки эти датируются примерно 14 веком исследователям еще предстоит разгадать тайну их происхождения вот у нас здесь икона есть но на рамке стекла нету я вот думал ну как же тут стекло это вырезать как его вставить это стекло вы знаете я крутил крутил открываю вот эту дверцу открываю так раз раз потом бах и сутри иконка вынимается а на ней несколько надписей одна из которых гласит что подарена икона батюшки из барани в одна тысяча девятьсот восемнадцатом году некоторые тайны здесь раскрываются совершенно неожиданно и кажется сами собой это все что мы хотели показать вам сегодня и все с кем мы хотели вас познакомить до встречи на следующих маршрутах пока пока